Отцентровать вес. То есть, центр вашего корпуса вашего корпуса. Вот, вот это центр вашего корпуса. Вы отцентровали. Сейчас у нас нет понятия, какая нога на тейпе, какая не на тейпе. Дальше мы перейдем к этому, потому что дальше идет следует понимание и объяснение партнерши, что, дорогая, все вот туда именно, а не туда. Да, я хочу научиться так делать с любой партнершей. Вот туда, да? Так вот, чтобы с любой партнершей туда. Когда вы отцентровали корпус. Да, сейчас, одну секундочку, могу здесь гадать, я не уходил. Когда вы отцентровали свой корпус, да, вы можете совершенно спокойно шагать. Давайте теперь проговорим о корпусе. Кто мне объяснит, если я сделаю вот так, что это значит? Изоляция. Да, другие перемещения. Изоляция. Кто сказал изоляция? Ага, хорошо. Что она имела в виду? Ты молчишь. То, что... Изоляция. То, что... Изоляция. Изоляция вверх, от низа. Отлично. Вот поэтому красивое перемещение. То есть у нас корпус может смещаться вверх, вправо. Но при этом у нас не будет это сопровождаться одновременно с шагом. Это работа грудной клетки. Вот ваша точка, да, солнечное сплетение. От нее мы танцуем. От нее происходят все действия. То есть все, что происходит в бочаре, да и в принципе и в других каких-либо танцах, происходит под солнечное сплетение. Если я начинаю подавать солнечное сплетение, у нее появляется импульс, который позволяет ей понять, куда будет шаг. Если у меня солнечное сплетение стоит на месте, я могу единственное, что сделать, другой только. То, что в принципе большинство и делают. Но в бочаре, особенно в закрытой позиции, мы работаем только с грудной клеткой. Все, что происходит, это перенос веса за счет солнечного сплетения. Смотрите с инструмента. Вот. Тум. 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 Да, то есть если у меня солнечное сплетение будет на месте стоять, смотрите. Я максимум шуток потрусь об нее. Все. Поэтому мы должны четко понимать, что все импульсы начинаются не с рук, не с толкания партнерши, а с вашего смещения грудной клетки. Теперь, что касается ведения руками. Сразу хочу рассказать, чтобы у вас не было потом иллюзий. Некоторые из вас я видел ведут вот так. Молодцы, если это доминиканская бочата. Если вы правильно даете правильные все импульсы. Потому что здесь есть своя техника, своя специфика импульсной системы. Если это essential, ведения такого нет. Есть ведение вот такое. Линейно в сторону и линейно в сторону. Второй момент. Мы не делаем такого. Я думаю, что каждый сейчас видит где-то свои ошибки и их будет исправлять. Этого нету по той причине, что для партнерши это лишняя информация. В первую очередь. Ей она не нужна. Ей нужно понять, что она сейчас пойдет в сторону. Все. Она же не будет реагировать на это вот примерно так. Поведи. Мой батарея. Не, нет. Вот через верх. Ну то есть если по большому счету она должна так реагировать. Ну потому что вы отвечаете за ее руку. Рука отвечает за ногу. Соответственно, если рука идет, так и нога должна так идти. Но, логически, если таковы, такого нет и быть не должно. Поэтому, еще раз, мы устаканиваем, что движение идет строго в параллельном боку. Хорошо. С разделением с изоляцией разобрались? Да, нет, кто не понял? Вопросы? Ответы? Все поняли. Хорошо. Хорошо. Теперь, что такое изоляция, я продолжаю. Мы еще не все далеко поняли. Вот. И далеко не все я озвучил. Может быть вы это понимаете, я просто не сказал. Изоляция существует не только горизонтально, она еще и вертикально. То есть, если мы работаем над шагом, шаг идет на протаптывание с носка в поп. Бедра включаются за счет нашей изоляции. Не за счет того, что я подпрыгиваю, да. Вот. У меня корпус не прыгает. У меня корпус на одной линии. Все уходит в бедро. Да. Моя оппа может быть не столь фотохигиенична. Но, тем не менее, изоляция тоже может сделать. Итак. У вас есть три пружины. Три пружины находятся. Как вы думаете? Первая пружина вот здесь. Это бедро. Вторая пружина. Это вот здесь. Колено. И третья пружина. Это стопа. Вот эти пружины, они осуществляют и позволяют вам сделать мягкий шаг. Если вы протаптываете с носка шаг в бочаре, у вас будет мягкий шаг, и этот импульс уйдет в бедро. Девочки, для вас это ваши бедра и восьмерки. Мягкие стопы, мягкие колени, мягкие бедра. И изоляция. То есть, условно говоря, сейчас вот Олеся просто меня будет держать сверху. Держи. Да, то есть, чтобы я не прыгал. Вот, если... Представьте себе, что над вами просто потолок, да? Вот, все, вы не можете вверх пить. И вот этот потолок вы держите, да? И вот пошли ваши бедра. Они будут уходить, либо как в кизомбе назад, у вас другого проекции нет, или в сторону, как в бочарке. Все. По-другому не получится. Но для этого нужно сделать мягкий шаг. Хорошо, сейчас пробуем. Ставим сюда на позицию. Пока не...